Если граждане обращаются в суд, то должны получать там быстрый отклик и справедливое решение. Важная тема – информатизация деятельности судов. Надо сказать, что именно период пандемии ускорил этот процесс. Ускорил процесс повсеместно во всех отраслях, во всех сферах жизни. В декабре прошлого года принят федеральный закон, который предусматривает дистанционное участие в судебных заседаниях, а также о возможности знакомиться с материалами дела, отправлять и получать документы в электронном виде. Наша судебная система должна быть полностью готова к такому широкому применению передовых технологий. И в плане технического оснащения судов, конечно, тоже. И что крайне важно, к обеспечению на самом высоком уровне судебной защиты прав граждан и юридических лиц. В ходе заседания председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев предложил повысить сумму задолженности для оформления банкротства во внесудебном порядке с 500 тысяч рублей до полутора миллионов. За минувший год количество дел о банкротстве возросло вдвое до 146 тысяч, и это увеличило нагрузку на суды. Несмотря на введение с 1 сентября 2020 года внесудебного банкротства граждан, задолженность которых составляет от 50 до 500 тысяч рублей, количество дел об их банкротстве возросло почти в два раза. с 74 тысяч 600 в 2020 году до 146 тысяч в 2001 году. В целях дальнейшего упрощения и ускорения процедуры освобождения граждан от долговой нагрузки, мы предлагаем повысить сумму задолженности, в пределах которой банкротство осуществляется во внесудебной форме, до 1 миллиона 500 тысяч рублей. При банкротстве граждан обеспечивается судами соблюдение их прав в социальной сфере. Поэтому пенсия, выплачиваемая гражданину-должнику в период реализации его имущества, не включается судами в конкурсную массу.